Ну я представляю, как с ней нужно спать. У неё волосатые ноги, неухоженные, от неё дурно пахнет от бабушки. Даже помыться негде. Помыться негде. Ну, жизнь есть жизнь. Поэтому я представляю вам на кой. Я Лариса Гузеева, это Давай поженимся. Добрый вечер. Сегодня у нас невесты Александра, Инна и Марина. А жених у нас Валерий. Добрый вечер. Добрый вечер. Валерий. 53 года. После рождения второго ребёнка понял, что его жизнь превратилась в рутину и отправился в кругосветное странствие. Валерий был физиком. Позже увлёкся психологией. Сейчас называет себя профессиональным путешественником. Гордится тем, что совершил турне вокруг света за 280 долларов. Мечтает передать свои знания любимой женщине. Валерию не подойдёт домоседка с избыточным весом, которая привыкла к стерильным условиям. Женится на поджарой активные авантюристки, готовые всегда следовать заданному им маршруту. Валерий, я правильно поняла, что вы стали путешественником от скуки? Ну, конечно, дома жена, двое детей, пелёнки, распашонки, обязательства. А тут раз себе и попутный ветер вам бьёт. Нет, совсем не от скуки, я просто человек увлекающийся. Я увлёкся физикой, был физиком. Потом увлёкся психологией, переделался на психолога. И когда увлёкся путешествиями, стал путешественником. Сашка, ну ты ему точно подходишь. Да. Потому что ветер в странстве как раз. Да, в голове ветер в странстве. И у того и другого. Ответственность. Типа дети кушать хотят, папку видеть каждый день. Ну, я женился в 20 лет, и всю взрослую жизнь привык к тому, что я четырёх человек должен содержать. Поэтому я никогда не отказывался от необходимости содержать семью. И когда путешествовал, я искал возможности делать это одновременно зарабатыванием денег. Валерия, легче послать деньги один раз в месяц, чем каждый день. То зубы у них режутся, то им что-то нужно поесть, то в школу, то уроки с ними делать. Никто не говорит, что это прямо сплошное счастье и радость с детьми. Тяжело. Меня немножко смущает то, что завёл семью и шёл в путешествие. Мало ответственности за других людей. Подожди, Ларис, ладно ответственность. Во-первых, скажи, ты мне как сделать это принесла? Была бы рада сказать, что тебе, но вообще это всем героям, но и вам тоже с Розой. А можно мне вот этот вот синенький инжир, называется «Смоковница». Вот я выбрала. Вот ты знаешь, что я же не просто так её принесла, а для того, чтобы всем героям лучше раскрыться в сегодняшней программе. Вот я хочу «Смоковница». А я хочу гранат. Вот на самом деле из вас двоих Роза выбрала символ супружеского счастья, потому что зёрна граната все вместе, и гранат, например, в европейской иконографии считался символом согласия. Я думаю, что Роза сегодня будет доброй. А инжир – это единственный фрукт, который толстеет, как от пельменей, поэтому... Ну, во-первых, инжир – это просто вкусно. Ну? Ну, честно говоря, ладно. Но это один из самых эротических фруктов. Вау, что это куда-то тебя понесло-то? Ну, кроме того, что это дерево познания добра и зла, это же фига. Помнишь, Адама Ева? Да. Но у меня вопрос к Валерию. Вот и всё про ответственность и про ответственность. А как же проживают в семье на расстоянии какие-то другие мелкие радости, вроде секса регулярного, например? Вот как? Думаешь? А я знаю, какой сейчас фрукт выберет наш жених. Банан. Откуда знаешь? Ну, а мы сейчас, Валерия, кстати, этим проверим. Посмотрите, здесь есть бананы, апельсины, если плохо видно, огурец. Здесь есть тыква. Грушка. Ананас, да, груша, орехи. Всё так вульгарно звучит от себя, просто из твоих уст. Вот я знала, что вы подумаете, самое дурное. Но вот удивительно, что ты не выбрала ведь какой-нибудь банан двусмысленный, да? Я самодренная. И приличная женщина. Грецкий орех. Вау. Интересно. Типа мозг. Типа мозг, да? На самом деле, да. Грецкий орех – это, кстати, символ ответственности и крепости брачного союза. Потому что то, что внутри, это и есть брачный союз, а... Снаружи не разобьёшь. Наш жених. Роза передавай. Ой, что-то не верится как-то. Выглядит гораздо старше, чем ему есть, на самом деле. В общем, дети выросли без вас? Ну, не то, что без меня, потому что периодически со мной тоже они путешествия ездили. С пяти лет уже брал детей по очереди с собой в поездки. Но действительно, подолго отсутствовал дома. В Австралии сколько жили по времени? На ферме работали? Ну, в Австралии я год был. На ферме работал шесть месяцев. Ой, подождите. А у вас год не было? Меня три года не было. Она с детьми была. А на что они жили-то? Нет, ну смотрите, значит, у меня появилась идея проехать вокруг света. Я думаю, за год успею проехать. И хотел какое-то, так сказать, ну, чтобы интересное путешествие, чтобы было замечательно. Решил доказать, что можно за 300 долларов проехать. Жену звали с собой? Жену с собой звал, но она, конечно, так сказать, мне не захотела. Я взял с собой 300 долларов, оставил еще деньги семье, чтобы на полгода им хватило. Из-за расчета, что я за полгода доберусь куда-то и смогу деньги послать. Я за семь месяцев добрался до Австралии, устроился работать. Послал оттуда 6 тысяч долларов домой семье на содержание и поехал дальше. Пока я ехал дальше, у них деньги опять закончились. Потом добрался до Новой Зеландии, деньги кончились. В Новой Зеландии опять устроился, полгода работал, деньги посылал. Ну, в общем, прожигал жизнь в свое удовольствие. Ты бы хотела такого мужа, а ты? Как ты говоришь, замените расстрелом. Ни в коем случае. Потому что, например, имеющаяся здесь тыква – символ путешественника. Потому что раньше тыквы высушивали, и в них хранили какой-то скарб путешественники. Она же символ скоротечного счастья, потому что плод возревает, а листья быстро опадают. Не подсказывай, а то невесту сейчас будут выбирать. А я вот как… Нет, а я думаю, что они же не выберут символ скоротечного счастья. Я поэтому ее и запрятывала поглубже. Я удивляюсь, Василиса, сколько всего знаешь, да? Проживая семейная в столице. Валер, да все понятно уже про вас. Послушайте, когда вас не было три года, даже если бы вы не 6 тысяч долларов ей посылали, а 66, мне нужен мужчина рядом, понимаете, который успокоит, обогреет. Ну, я вам что могу сказать, да. А если тебе были проблемы, вам это было да. Нет, вы не правы. Женщины бывают разные, и она мне писала письма. Вы мне говорите, что я не права. Женщины бывают разные, это та, которая не любит мужа, и думает, господи, хоть бы он в кругосветку уехал. Понимаете? Она вас не любила? Ну, как сказать, по крайней мере, она мне писала письма, приезжай, привози деньги. Я говорю, а если одновременно нельзя, тогда лучше деньгами. Деловой подход у жены. Ну, она вынуждена была к этому, между прочим. Ну, маленькие дети, наверное, да. Конечно. Кто предложил первым этот порочный брак ваш расторгнуть? Ну, как-то уже 30 лет было, и вместе жили в том плане, что я семью содержал, и, как бы, выражалось моё участие только то, что я давал деньги. А три года назад получилось, что, так сказать, дети уже выросли, и сейчас дети. И вы её отправили в Брест обратно, да? Да, я её отправил домой, потому что, так сказать, я до этого снимал квартиру в Москве, сам путешествовал практически целый год, снимал квартиру в Москве, содержал её в Москве. А почему вы говорите, что если бы вы её мать, тёщу увидели раньше, то вы бы не женились? Да, я бы не женился. А что в ней такого было? Всё время как-то ищет подвохи, всё время, так сказать, ищет виноватых, и любит устраивать конфликты, так сказать, на пустом месте. Я вообще человек бесконфликтный, и сам никогда не ругаюсь, со мной можно поругаться. А как себя поругаться, у вас не бывает никогда? Можно ли ориентироваться на мать, жены, будущее? Совершенно нельзя. По-моему, нельзя. Мне интересно посмотреть, на что же вы семью-то променяли. АПЛОДИСМЕНТЫ Гора Шелома – самая высокая вершина Илладских гор. И одновременно это единственная гора, на которую удалось подняться без рюкзака, потому что тропа идёт вверх, а потом спуск по той же самой тропе. Обычно приходилось подниматься даже на более крутые и высокие горы, но подниматься в одну сторону, а спускаться с другой стороны. АПЛОДИСМЕНТЫ А что? А вас хорошо? Сейчас деньжата-то есть? Да, потому что я научился зарабатывать в путешествиях, и сейчас чем больше путешествую, тем больше зарабатываю. А сколько хотя месяц вы зарабатываете? Ну, примерно тысячу долларов, наверное, зарабатываю. А, тысячу долларов. Тут не выезжая можно заработать. Это себе можно, Рост. А скажите, а вот пенсию вы где будете получать? Ну, видите, как у творческого человека, то у меня авторские права есть. Я сейчас получаю деньги за то, что делал 5-10 лет назад. Поэтому, соответственно, и на пенсии я буду получать за то, что делаю сейчас. И нет, я не виду... Творческий человек, а мы что за вид творчества? Ну как, я, значит, пишу статьи, книги, путеводители, фотографирую видео, и всё это продаётся не по одному разу, и у меня, так сказать, идут авторские отчисления. Прекрасно. А вы, извините ж, пожалуйста, ну, мы все возрастные, мы с вами ровесники, вы себе предполагаете умереть где? В дороге. О, видишь? Дома не застанет, я в дороге, я в пути. Опишите свою женщину. Ну как, увлечённая путешествиями, и желательно ещё так, которая вот мечтает о путешествиях, именно попробовать, что это такое. Посмотрите, я вам тогда, Валерия, скажу, у нас была здесь бабушка одна, там же пенсионерка, которая на 100 долларов, помнишь, умудрялась автостопом, объездила весь мир, такая прямо живчик в брючках, седенькая, стрижка, прям такая живая-преживая. Ну, она где-то там прикорнёт на улице, на одеялке, поестся, что Бог подаст, но это же в качестве жены, нет, но я не представляю, как с ней можно спать. У неё волосатые ноги неухоженные, от неё дурно пахнет от бабушки. Даже помыться негде. Помыться негде, ну, жизнь есть жизнь, поэтому я не представляю вам на кой. А как он будет относиться к тому, что девушка будет, если вот он выберет, она будет без маникюра, не накрашена, потому что в природных условиях... Ну, я думаю, что он и выбирает, и, наверное, понимает прекрасно, что это так и будет. Она всё-таки секс-то хоть немножко получит. Ну, любовь, любовь, хорошо, любовь. Во-первых, бабушке не надо. Параслотровой. Не надо, вот бабушке не надо. Она как представит, что вот этот комбинезон, надо как-то рассупониваться, это же ужас какой-то. А вы знаете, мне что нравится? Вот мы что-то здесь сидим, идиотничаем, а вы на нас смотрите так мудро, пообезьяне, как на дурочек. Типа, ну, давайте там сами себя развлекайте. А я-то уже познал что-то другое. Конечно, вы в абсолютно другом измерении. У вас другой момент истины. Но мы женщины, нам важно скотёрочки, ложечки, вилочки. Вот поэтому и трудно найти. Посудка красивая. Но сейчас он может уже позволить себе искать действительно попутчика, пару, близкую ему по духу, по интересам и по взгляду на мир. С одной стороны, вы жёсткий стрелец, я бы сказала так. То есть человек, который мчится по миру, у вас ещё несколько планет связаны с другим созвездием, созвездием Центавра. То есть вы и стрелец, и кентавр, двойной кентавр получается. Человек, который пытается вот всё копытами землю топтать. Но при этом показатели гороскопа говорят, жена вам нужна ровно такая же, как у вас была. Потому что вы внутренне убегаете от женщин. Вот зачем вы сюда пришли выбирать женщину, от которой вновь будете убегать, я не знаю. Одним словом, постарайтесь найти ту, которая будет примерно такой же, как супруга. Это моё пожелание. Которая будет спокойно сидеть и ждать. Ну, есть же героические жёны типа жены Фёдора Конюхова, например, которая тоже его ждёт. Опа ещё была такая. Да, например. Проходите и знакомьтесь. Удачи. Здравствуйте. Здравствуйте. Знакомые лица. По-моему, вы у меня в соцсетях. Есть. У меня, может быть, у меня много друзей. Да, у меня много друзей, тем более из этого круга. Да. Александра. 51 год. Популяризатор знаний о России. Всё свободное время проводит в путешествиях и любит холод. Гордится тем, что справилась с детскими комплексами. Мечтает жить на краю света. Предупреждает, что не зависит от общественного мнения. Александра нашла свою любовь на необитаемом острове. Но сказка быстро превратилась в суровую реальность. Надеется, что Александр неисправимый романтик. Александра, зачем вам лыжные палки на улице осенью? Это, вообще говоря, очень полезная штука. И особенно, когда так мне приходится в жизни очень много ходить с рюкзаком. Я путешествую там от трёх до шести месяцев. Я живу... Остальное время я живу в деревне. Ну, собственно, это несколько домиков в лесу. Там никаких дорог. Нужно ехать за много километров. Понятно. Своими ногами идти. Давайте-ка лучше вы расскажете историю, как вы нашли мужчину на необитаемом острове. Такая яркая, такая осенняя, такая живописная. Однажды я отправилась в путешествие, отправилась на яхте. Причём команда была там 10 мужчин, одна я. Это в Охотском море. Маленький репелак островов Шантарский. Вот так вот, если вот Сахалин, а дальше вот так вот немножко залив, и вот там эти островки. Они обитаемые по большому счёту. И на одном только острове есть метеостанция труднодоступная. И там живут 3-4 человека там в разное время. Два вертолёта в год туда прилетают. Они же привозят продукты, почту. И вот вы, женщина, с пятым номером рюкзака, так сказать, приземляетесь на этот остров. Ну да, мы, собственно, плыли на яхте. Там ещё как потом мы узнали, эти мужчины смотрели. А те мужчины не видели женщин? Гадали? Ещё женщину бы увидеть. Да. Ну, в общем, при этом получилось так, что вот я спускаюсь с трапа, и вот сразу я знакомлюсь, говорю, я Саша, Владимир. Да, как искра какая-то. Вот, ну и потом что-то я пошла, ставлю палатку, он подходит ко мне и говорит, ну что ж, может... А кто из них? Вот, справа, справа. Без бороды которой, да? Без бороды которой. Вот. Вы видишь же там шестой номер рюкзака впереди. Вот, и, соответственно, подходит и говорит, может, вам чего помочь? Может, вы в дом пойдёте? Она, конечно, палатку в болоте поставила. Вот. И, а потом как-то мы там два дня жили, он мне стал помогать хлеб печь. Потом говорит, да, пока подходит тесто, да, давайте я покажу станцию, окрестности, там море. Ягодки он собирал там в руки, там, бруснику, шикшу, там, вкладывал в ротик. Ну, это прям вот-вот какой-то... Только ягодки? Ягодки. Прямо примерно так вот. Ягодки. Да, ягодки. И это был какой-то такой вообще, это самое, невероятная романтика-приромантика. Конечно, мы тут же друг дружку влюбились, не знаешь, как он, но хотя говорил, что влюбился. Но я влюбилась точно. Ох, девчонки, с подружкой вам повезло. Это точно. У нас шикарная подружка. Вы его в Москву так себе забрали? Нет, мы вообще, говоря, сначала... Он был в Москве. Да, мы пришли. Он был в Москве, ему в Москве очень не понравилось. Очень не понравилось, да. Ну, это чудо было. Активная. Как раз то, что он хочет. Очень эмоциональная еще такая. Да, да, да. А муж, ребенок? Ну, собственно, тогда уже я была разведена с мужем. А ребенка сколько было? Сыну было 15 лет, но, собственно, я... Пока-то я осталась, я знала, что... А с кем был сын? Ну, он с бабушками. Когда мы уезжали, всегда с бабушками проблем не было. Вот. И... А у вас не было постоянного места работы? Нет, никогда не было. А к чему зарабатывали? Ну, с журналистикой в основном. А вот мне кажется, что для него ее очень много. Не срослось? Ну, в общем, оно... Да, все было очень романтично. Он приехал, меня туда забрал. И, ну, после того, как он меня оттуда забрал, оно стало вроде как... Да, будем путешествовать и по острову, и выезжать. Вот. Здесь... Здесь кастрюльки, здесь продукты. Правильно, потому что статус жены он предполагает все-таки гладить, готовить, убирать, стирать. Он предполагал, что это так. Уже не только ягодки. Да. А как вы с ним через азбуку Морзе, что ли, переписывали? Да, это было... Это тоже вот когда я уехала, да, вынуждена была с осенним вертолетом улететь в Москву, и мне... Ну, да, они же, чувства-то, они такие бурные, да. И мы телеграммами, а оттуда только азбука Морзе. Там никакого больше другой связи не было. И он тюкал, значит, азбукой Морзе. Мне телеграммы. Она приходила в Хабаровск, в Метеоуправление, там это переводили, и в Москву, и так обратно. И оно все быстрее, 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 быстрее начало. Сколько ваши романтические отношения продолжались? Ну, общее все вместе, все отношения, год. Мне кажется, что это идеальный человек для Валерии. Идеально. Инночка, мы сейчас пришли тебя осмотреть. Ой. Хотите быть стройными и привлекательными? Попробуйте диету Елены Малышевой. Здоровое питание и стройная фигура. Просто ешьте и худейте. Для начала Василиса предлагает выбрать какой-то овощ-фрукт. Да, я просто настаиваю, чтобы вы выбрали какой-то, да, или овощ-фрукт, который для вас ассоциировался бы с личной жизнью, с любовью. Ну, или просто, наугад. Просто я больше всего люблю вот это. Ага. Бананы. Ну, на самом деле, давайте я вам его отдам. Спасибо. А его съесть тут можно? Конечно. Можно. А, у меня, ладно, потом. Вот современные люди видят в бананах всякие фрейдистские штучки. А на самом деле, для европейца банан – это желание изведать восток. И вы, я так понимаю, путешествуете не по западу, а как раз по России в основном. Я путешествую по России, причем в основном по северу и востоку. Ну, вот, наверное, отражение ваших желаний. У меня вот вопрос к нашему жениху, любовь-морковь, я имею в виду в горизонтальном положении, не нужна, а вам? Что значит? Я про секс говорю. Вот когда начинаешь говорить это прямым текстом про секс, ему не надо, а вам? А как могут быть отношения между мужчиной и женщиной? Ну, я тут знаю. Или это просто, это нужна жена, или это нужна просто подруга в поход? Подруга в поход. Просто подруга в поход. Ну, тоже вариант. Действительно без секса? Ну, хотя это очень странно. Природу никуда не денешь, организм просит. Вот, даже ей кажется это странно. А у него с этим вообще все в порядке? Валерия, мне кажется, что вы просто человек советской закалки, и вам про это сейчас неловко говорить. У вас три бонуса, свидание наедине, скелет в шкафу и семейная традиция. Что вы говорите? Семейная традиция. Ну, у нас с испокон веков, причем, ну, я как бы это узнала от бабушки, потом мама, потом я переняла. У бабушки были, у меня даже рецепты хранятся какой-то бабушкиной тети, какой-то бабушки тоже. Это выпечка, причем не просто интересная выпечка, а выпечка определенно. Вот определенные вещи мы печем к Новому году. Мазурки, это такие своеобразные печенья, да, вот это лимонная мазурка называется, потом вот цыганская мазурка. Слушайте, ну это прекрасная традиция, да. И третье, это мы маковый рулет делали на Новый год. А на день рождения вот обязательно плюшки с корицей и еще я банановый рулет делаю. Мы лепим пельмени перед всей семьей. Не только всей семьей, но половину семьи лепят в Германии пельмени, а половину в России. Мы еще сравниваем их. Ну, конечно, побеждает моя тетя, которая идеально их делает. Конечно, у меня они не получаются такие вот совершенные. Значит, вы живая и настоящая женщина, которой все это не чуждо. Я безумно люблю печь, я безумно люблю готовить, я очень готовлю лучше всех. А я думала, что вы такая инфортированная путешественница, которой вообще не чуждо. Нет, я пеку пироги в походе. У меня сын теперь печет пироги в походе. Давайте поближе, чего-то, да, далеко. У меня вот это вот пирог. У нас так называемый деревенский. Деревенский, потому что это с разными... Я там с черникой и с брусникой. Слушай, так вы такая прекрасная женщина-женщина. А не вынесли бы сейчас эти пироги. Мы бы и думали, что она такая парень. Пожилой парень. Нет, да, женщина-женщина. Я вхожу в длинных платьях, я пеку пироги, я пою песни. Сейчас будет. Я знаю, что вам нужно переодеться для сюрприза. Да. А мы пока пироги попробуем. Проходите. Отлично. Она вылечится такая жизнерадостная. Она будет его постоянно подбадривать. Да, на позитиве. Да, на позитиве. То есть ему будет неинтересно. Вот смотрите, какая малыш, и как раскрылся человек. Да, уже хочется быть на эскароне. Пускай даже путешествует. Если это вот такой опыт принимать, то я только за. Да. А я вот прям сижу и немножко мучаюсь. А ты попробуй. Я не по поводу пирогов мучаюсь. Они мне даже визуально очень нравятся. Могу сказать откровенно. Я бы хотела предупредить Александру. Александра родилась в один день с моим другом. Прям буквально 31 мая 64 года. Между ними разница несколько часов. У них не совсем одинаковые гороскопы. Но он тоже походник. К сожалению, был. Потому что походы дело опасное. И он много лет назад достаточно уже практически погиб после одного из походов одиночных. Он в определенном возрасте жизни стал ходить один. Вообще без товарищей, без друзей. И вот это, к сожалению, закончилось плохо. Потому что он не справился с чрезвычайной ситуацией. Поэтому, ну вот, я, наверное, советовала бы ей не забывать. Что, конечно, нельзя делить дела на мужское и женское. Валерию. Не грозит ничего? Ну вот до такой степени нет. Спасибо. Валерию... У Валерия есть риск испортить желудок и кишечник в своих путешествиях, к сожалению. Конечно же, ему нужна очень надежная женщина, которая будет ползать рядом. Которую вытащит ее очень... Да, это должна быть сильная женщина. Сильная женщина. А у меня язык под глаза. Синий. Покажи. Он уже меняет цвет. Да? А у меня? Какой? Да какая разница. Смотрят-то на меня. Сюрприз готов. Да, давайте посмотрим. Звук шаманского бубна в ночи. И лунища над лесом встает. Полет, я прошу, помолчим, помолчим, предстоит нам сегодня полет. Я боюсь, правда. Тундра, 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 ключевая вода. Кто слышишь. Большой любовь. Ура. Что ты там нашла, тундра? И�, тундра? Что он друг, труanden. Что ты там нашли? Что отлично? Что ты там нашла? тундра в ночи тебя так не заводит. Нет, ну то есть просто настолько я не понимаю этот тип женщин, вот не понимаю, не чувствую. Вот ни одной секунды. Это не значит, что это плохо, это прекрасно. Просто я обделена. Ну, действительно, мало людей реально путешествует, потому что миллионы людей мечтают. Но это ваши женщины, вы видите? Ну, по крайней мере, на севера я точно не хочу, потому что я в основном путешествую именно по югу, по тропическим странам. Наоборот, север и морозы меня совершенно не привлекают. Ты за ним на юг пошла бы? Нет, ну а почему бы нет? Вообще ваша женщина просто. Ну, я не знаю, какая другая согласится, а это, в принципе, готово. Ну, ничего, поменяйте маршрут. Я думаю, что она быстренько перестроится. Нет, вот это как раз из тех женщин, которых не коснулось то, что происходило в нашей стране за последние 25 лет, ни перестройки, ни безденежья, ни курс доллара и евро. Вот ее совершенно все не волнует. Она живет совершенно в своем измерении в каком-то... Знаешь, шестидесятники такие были, вот как она, которые пели про виноград, одну и косточку. Она просто ушла в поход в 91-м, вернулась в 2015-м. Взрывали. Возьмите, а счастливый человек, поэтому она вот такая вся непуганная. Мне похоже, она не знает, ну, в классическом понимании, что такое вот. Очень даже знает. Ей нужен тоже товарищ какой-то. Нет, ей нужны теплые душевные отношения, потому что у нее водная Венера. Ей нужен душевный друг. Который будет ее ждать. Но при этом, да, она совершенно не терпит никакого насилия. А ты ее только жди. А не надо насиловать свободолюбивую женскую природу. И водолейскую луну, и уран сильный. А она найдет такого дяденьку, который будет ее ждать? Я думала, что есть походники, но может быть более теплые, чем наш герой. Проходите, знакомьтесь со второй невестой. Здравствуйте, Валерий. Меня зовут Инна. У меня есть небольшой опыт путешествий, но скорее на автомобиле. Очень приятно. Очень приятно. Инна, 41 год. Художник-дизайнер гордится тем, что нашла свое призвание. Мечтает уехать в Крым и писать этюды. Признается, что всегда забывает купить хлеб. Предупреждает, что раз в год уединяется с природой в глухой деревне. Спустя 12 лет брака Инна поняла, что забыла, как выглядит ее супруг. И решила, что пора вычеркнуть его из своей жизни навсегда. Надеется, что Валерий ее не бросит. Здравствуйте, Инна. Здравствуйте. Очень приятно. И нам очень приятно. А ваш супруг тоже был путешественником, да? Нет, не путешественником, но очень летучий человек, судя по всему, по нашей совместной жизни. Ага, ясно. Что вы там в руках держите? Я художник, и вот даже по иронии судьбы привезла вам небольшие такие вот свои постельки. Это получилось совершенно спонтанно. Никто не поверит, что Роза. Да, никто не поверит. Тронула, что вы выбрали инжир, Лариса. А вы действительно для меня? Изначально? Да. Это было очень мило. Подтяните свой собственный фрукт скорее. Но для меня только гранат. Только гранат? Только. Он у меня уже. Я знаю, Роза, да. Но гранат – это еще и благосостояние к счастью. Я думаю, что вы добрый, миролюбивый человек. Мне кажется, ей нужно что-то такое очень тихое и домашнее. Куда ваш муж пропадал? В какие путешествия? Ну, вот если честно, Лариса, никогда не хотелось задавать этого вопроса, когда он возвращался, только из-за того, что не хотелось его унижать. Только из-за этого. Ну, ладно, перестаньте. И сколько длилось его самое, так сказать… Больше десяти лет. Длительное? Нет, его отлучка. Ну, два месяца это могло происходить. Так вот, знаете, живет ваш муж, да, рядом с вами, и вдруг он пропадает на два месяца. А, его могут убить, он может где-то сгореть. Да, я была в моргах с подругой. То есть вы десять лет… Сначала, потом я привыкла просто. А он, когда возвращался, объяснял, где был? Работал. Высокая, благостатная, да. Видно сразу, что благородная. И вот так десять лет вы терпели? Да. Ну, дети у меня маленькие, мне особо и некогда было заниматься, честно говоря, выяснением вот этих отношений. А любили? У меня надежный рост. Любила очень, любила очень. Тогда она поэтому и терпела. Поэтому и терпела, конечно. Хорошо, Инна, ну понимали, что иногда его там кто-то где-то пригревает, что у него есть женщина? Как интересно, для себя открыла, что после только расставания, и когда я полностью отпустила эту ситуацию, я стала об этом думать. Я никогда, никогда у меня не было мысли, что может быть. Такая защитная реакция. Да. Я себе удивляюсь. То есть сейчас я приземлилась. Ну, мы и прожили десять лет. Может быть. Что вам это нервы щекотало, и вас это держало на плаву, и вам даже было где-то приятно, потому что ревноварили и мучились. Многие женщины жить без этого не могут. Когда у них всё хорошо, им обязательно нужно куда-то сходить налево и так далее. Многие женщины вот какую-то железную руку хотят. Может быть. Я тоже себе удивляюсь, но очень ему благодарна. Остались без мужа. Ой, во сколько? Это тридцать девять лет. А вопрос не стоял, дети с кем будут, с вами, с ним? Нет, это совсем, ему же совершенно это не нужно. Он очень летучий человек. Эротичная девчонка. Эротичная, да. Она эротичная. Если выслушать, что он по этому поводу думает, то я не понимаю, как они могут быть рядом сколько-нибудь. Она же к нему приставать начнёт. Инна, вот у нас такой путешественник Валерий. Да, очень приятно. Как считаете? Ну, у вас уже привычка ждать. Василиса говорит, что ему нужна такая же женщина, Пенелопа. Вот сейчас у меня как-то... Или уже всё, надоело? Да, вот у меня... Хотите рядышком, чтобы... Я не то, что надоела. У меня такой вот вдруг наступил какой-то этап в жизни, и даже творчество сейчас очень поменялось у меня. Как вот говорят мои друзья, что что-то другое во мне вот ожило. У меня такой этап, что я очень хочу что-то поменять. Я подумала, что что-то поменять, и я наконец-то хочу выйти замуж. Потому что мы жили в гражданском браке. И вот это вот чувство ответственности, я думаю, что... А он поэтому никуда и не уходил, потому что уходить не от кого было. Я поэтому и говорю... А не женился сейчас, не знаете? Я знаю, что у него есть сын, потому что он звонил мне и сразу... И просил скидочные карты в детском магазине. Да, это было трогательно тоже, да. Значит, он ушёл к той женщине, которой было не всё равно, где он... Может быть, да. Хотя я не удивлюсь, что он ведёт такой же образ жизни. Нет, удивитесь, что не ведёт такой образ жизни. Поэтому там ребёнок родился. Нет, дорогая моя. Может быть. Я очень счастлива и рада. С разными женщинами мужчины ведут себя по-разному. Он выходил, видишь, получается, что в другие путешествия... Как бы путешествовала. Другая сия, вторая сия была. Возможен союз между вами? Ну, наверное, вот если задуматься о том, чтобы кардинально поменять свою жизнь и отправиться в путешествие, хотя бы попробовать это. Будете такой и на Айвазовской, на яхте, да. Писать море. Но у меня дочь, которую надо воспитывать. А сколько ей? Которой 10 лет. Да, поэтому это, конечно, другая жизнь. У вас два бонуса осталось. Скелет в шкафу и свидание. Свидание. Сходите, посвиданкайтесь. Может быть, что-то откроется. Ой, а меня как разобрало. Лучше заберите. Попробуй. Это невероятно. Я потом зацеплю. Как в детстве. Абсолютно как вкус детства. Давай поженимся в вашем мобильном. Советы от наших экспертов по телефону 0736 в любое время. Пока реклама. Очень люблю плюхнуться в машину неожиданно с дочкой. Дочка моя очень большой друг в этом. Она меня всегда бодрит и со мной разговаривает, когда я за рулем. И очень любит смотреть разные города. Да, мы очень любим путешествовать на машине. Ну, это... Ну, я с дочерьми с 5-летнего возраста ездил. Другое дело, что есть дети, которые даже лучше взрослых переносят. Да. Сейчас вот весной буквально по Турции был поход. Было 8 человек участников. Среди них ребенок 7-летний. И он никогда не был последним. Мы также шли, когда там по лесам, по полям. Он никогда последним не был. Все равно кто-то из взрослых тормозил. Да-да-да, потрясающе. Я хотел добавить все-таки о ее гражданском браке. Там не все так просто. Он не женился, потому что он был иностранец. У нее любовь с акцентом. А кто он персонал? Он серб. И поэтому у него сначала не было паспорта, вида на жительство, регистрации. Он не мог жениться в начальном периоде. Скажите, а что за безответственность? Он не женился, а она родила двоих детей. Вы знаете, нет, во-первых, один нет него. Он был уже в браке, дочка его. Он занимался обоими детьми, очень любил их. Что-то произошло после аварии или после драки какой-то, он резко изменился. И с тех пор, как он перестал заниматься детьми, вот отношения кончились. Ну и как вам, дети, улыбаетесь, довольны. А сюрприз есть какой-то? Валерий, вы сказали, что хотели бы, что женщина полностью доверилась вам и шла с вами и за вами по вашему маршруту. Позвольте предложить вам сейчас пройти по моему маршруту и довериться немного мне. Я думаю, что она сильно может повлиять на планы походов и дальнейшей жизни, в принципе. На него нет. Это будет не длинный маршрут, но я закрою вам глаза. Пожалуйста, повернитесь направо. По ступенькам я вас провожу, позвольте, за руку. Ступенька первая, вторая. А теперь прямо. Вы идете прямо, немножко левее. Еще прямо, два шага. А теперь направо. Прямо. Впереди дверь, осторожнее. Открывайте дверь. Аккуратно, диван. Садитесь. Позвольте, я сниму с вас повязку. Это мой сюрприз для вас. Это весенние цветы, но с осенним настроением. Пусть останется вот такая память об этой встрече, знакомстве. Замечательно. Пожалуйста. Спасибо большое. Какая прелесть. Какая прелесть. Да, щедрый подарок, я вам скажу. Молодец. Инна, щедрая. А вы ее куда повесите? У вас такой дом есть? Да. У детей. А своего нет ничего, да? Нет, своего ничего нет, потому что я все время в дороге. Не дорожите ничем, у вас нет фотографий? Нет, нет, ничего такого у меня нет. И от вещей избавился полностью. Ну а как так память? Потом посмотреть, вспомнить. Проходите в свою комнату. Василис, как ты считаешь, вот человек, который ну очень привязан к вещам, для меня тоже он, ну очень странен, и мне страшные, гопсеки, значит, ничего не выбрасывает, копит. Но мужчина или женщина, которая вообще ни к чему не привязана, вот я говорю, ни к детским фотографиям, ни к каким-то сувенирчикам с детства, ну как это? Ну как без этого? Я считаю, что гигантская внутренняя боль, когда не хочется вспоминать о чем-то, и хочется избавиться от всего, чтобы не помнить о чем-то. То есть совсем от всего избавиться? Да. А что ты там смеялся? Где? В студии, когда я уходила, не слышал. Я глазки строил, гузеевы. Детям что оставите, извините? Детям я дал образование, пусть они дальше строят свою жизнь. Ну и вы дали образование, вы не занимались этим образованием. Ну я, по крайней мере, оплачивал им высшее образование, поэтому, так сказать, дальше они... Вам понравилось, Инна? Да. Ну хорошо, у вас еще есть одна невеста, проходите, знакомьтесь. Здравствуйте, Валерий. Здравствуйте. Меня зовут Марина. Очень приятно. Я долго думала, что вам подарить, хотя бы первые впечатления, обо мне. Вот нашла вот такую вот обезьянку, очень красивую, чтобы она напоминала обо мне, так как следующий год обезьяны. Желаю вам удачи и надеюсь, что мы с вами будем путешествовать вдвоем. Я бы очень хотела. Спасибо. Марина, 46 лет. Менеджер по развитию в крупной компании. Утверждает, что выглядит на все 90. Мечтает пойти в поход с палатками. Признается, что у нее всегда найдется банка сгущенного молока. Предупреждает, что ее избранник должен всегда знать, где лежат его носки. Чтобы уйти от мужа, Марине пришлось обратиться в полицию. Надеется, что с Валерием они найдут общий язык без вмешательства третьих лиц. АПЛОДИСМЕНТЫ Я с Валери тоже принесла пирожок. Да, принесла. Надеюсь, что жениху. И вам тоже. Девочки, это очень зло. Это просто не похудешная программа. Но я вот сегодня уже так и поняла. Думаю, наверное, мой пирог уже сюда не пойдет. А с чем ваш? Это шарлотка. Осень, яблоки, конечно, шарлотка. Кстати, какая кухня предпочтительнее? Ну, я вообще вегетарианец в нормальном состоянии. А-а-а. Но во время путешествий приходится... Поэтому женщина не нужна. Подождите, подождите. Во время путешествий, то есть, если что, под ножный корм попадется какое-нибудь животное или зверек, то есть вы становитесь мясоедным сразу? Ну, если такая необходимость, то да. При этом он путешествует. Да. А путешествия, в которые он входит, они требуют хороших трат. А вы сначала, может, возьмете что-то из корзиночки? Да. Да. Прости, Рос, я забыла совсем. Вы знаете, я тут видела, сейчас уже не вижу. Инжир хочу. Нет. Инжир уже был. Инжир – это искушение. Мы про это знаем. Выбирайте что-то еще. Ну, пусть вы выбрали искушение и что-то еще дополнительное. Ну, тогда, наверное, слива. Прекрасно. А я тогда тоже второй хочу. Огурец. Спасибо. Сейчас расскажу тебе. Слива – символ верности, искренности и простоты душевной. Лариса, а огурец – это вот конкретно символ грехопадения. Ты что-то себе не махнула, мать вообще? Причем не потому, что он имеет такую форму, а потому, что он очень быстро, бесконтрольно размножается. Я люблю огурцы. Утолеет жажду. А я люблю огурцы. Мариночка, ну вы так не похожи на путешественницы, не похожи на женщину, которая может вот так раз вот и сорваться на край света, даже за Валерием. Как будем эту ситуацию развивать? Ну, путешествовать я действительно не путешествовала никогда. Для меня это ново. Новшество бы. Но, тем не менее, ну, как бы я мечтаю побыть в этом амплуа. У вас детки есть? Да, есть. У меня две взрослые дочери, уже внуки. Ну, я на самом деле еще не понимаю, куда она собралась с ним отправляться. Она, по-моему, совершенно не понимает, как он путешествует. Ну, вы были замужем. Да. Неудачно. Да. Очень рано вышла замуж. И оба ребенка от одного мужа? Да. Ну, там все не сложилось. И свекровь была какая-то ужасная, да? Ну, очень много не в свое дело. А почему позволяли себе так влезать в вашу жизнь? Молодая была. Молодая, молодая. А кто за вас заступался? Кто защита для вас? Родители, братья, сестры? Родители. Ну, а почему, мне, пожалуйста, как могла вас свекровь взять за руку, повезти на аборт, например? Вот тот момент был как раз вот именно по глупости. То есть это было с ее стороны наигранно. Она пришла и пригласила меня домой к себе, якобы у нас гости, хочу тебя познакомить. То есть она убила меня из дома и абсолютно обманом. Об этом, соответственно, не догадывались ни родители, ну и тем более ни я. И там что? Ну, и мы когда шли по дороге, она говорит, Марина, вот ты понимаешь, вроде ты молодая еще, да куда вам дети? Вам надо вроде как бы себя, ну, для себя пожить. Вы вроде бы так, пообщайтесь пока и так далее. Ну, вот она меня смогла, наверное, уговорить. Да, уболтать. И я пошла с ней в больницу. Ну, в итоге ничего не получилось. А чего, уколы сделали? Укол сделали, да. Сделали уколы. Выкидыши не случилось? Не случилось. Но эти уколы повлияли на здоровье? Последствия были, да. Потому что сокращение было очень большое. Но ребенок родился? Ребенок родился, да. И что с ребенком? Ну, вначале вроде было все ничего. Как бы здоровый ребенок, никаких не было, ну, что-то такого, чтобы мне сказали. Например, врачи, да. А в год у нее вот пошло отторжение пищи. То есть я ее кормлю, у нее все выходит фонтаном назад. То есть это было регулярное. Очень большое собирали консилиум. То есть меня... Сейчас здоровая девочка? Да, слава богу. Ой, мне кажется, она ему так подходит. Необыкновенно. Вот это человек для Валерия. Вот может быть, да, который соберется. А почему пришлось прибегнуть к помощи полиции, чтобы уйти от мужа? Пришел однажды домой, опять подвыпивший. И вот началось у него задиры очередные. А он добил вас, да? До такой степени, что он, да, начал... Однажды он очень сильно меня избил, что там было что-то нечто. И я тот раз перетерпела, но вот второй когда раз реально он схватился за меня, я уже убежала с детьми. Какой жизни сейчас не хочется вот с Валерием в путешествии? Ну, вы знаете, путешествовать... Путешествовать я бы хотела попробовать. Я не говорю, что я смогу это сделать. То есть я легка на подъем, в принципе. Вы москвичка? Нет. Откуда вы? Ивановская область. А вы зачем с собой сгущенку носите? У меня с детства такая вот к ней тяга. То есть я очень люблю сгущенку. Но это правда вкусно. А так как с возрастом, ну, стараешься как бы фигуры держать, да, статно, чтобы было, я хожу в тренажерный зал. Это регулярно. Но никак не могу, например, вот сказала себе, хочу дойти там до 59 килограмм. Вот хочу. Но у меня никак не получается. Я прихожу домой, если я вижу сгущенку... А вам вот красоту-то для чего вы? Для себя или для мужчины все-таки? Для всех. Я не знаю, насколько она подходит к Валерию. Мне кажется, он ей не подходит. Ни в какой степени. А вы вообще выносливая? Достаточно. А что для вас комфорт? Что для меня комфорт? Ну, комфорт, я так думаю, все равно, вот, меня немножко смутило то, что у Валерии нету там уголка. Все равно хочется приехать в какой-то уголок. Слушайте, ну, хотя бы лифчики трусы сложить в одно место. Ну, конечно, конечно. Пастерушку устроить, да, иначе чистый трус не лечь. Ну, домашнюю еду приготовить. Да, но есть и женщины, которым это совершенно неважно и неинтересно. Ну, так надо, мне кажется. Ну, вы же не такая. Нет. Валерия, вы видите, что таких женщин не бывает? Чтобы при хорошенькой и еще не в спальном мешке переодеваться. Нет, ну, не то, что не бывает. Таких путешественников, как и я, их тоже штуками считаю. Поэтому штучный товар, действительно. Меня не оставляет ощущение, что я видела его где-то. Да, конечно, видела его где-то. Ну, он известный на самом деле. У вас остался один бонус, билет в шкафу. Хотите узнать или ну или нет? Нет? Нет. А сюрприз? Сюрприз. Ну, нам надо будет пройти на сцену. Вот мы с вами собираемся в поход. Так. Чтобы вы, вот, по вашему усмотрению, взяли с собой в поход, давайте мы складываемся в рюкзак. О, рюкзак замечательный. Конечно, поход. Как раз такой и надо рюкзак, больше не надо. Вот. Меня уговаривали большой взять, я говорю, да куда же мне? Ну, конечно. Я же не несу его большой. Давайте мы с вами будем складывать. Что мы в первую очередь будем с вами брать? Ну, давайте вы начинайте. Я добрый путешественник. Шампучка возьмите, веселей будет. Вот. Шампусик. Кладите сюда шампусик. Мы с вами романтику строим. Ой, то есть вам ничто человеческое не чувствует? Нет, конечно, оказывается. А как согреваться с холостыми ночами? Либо он выдаёт себя за другого человека, в связи с тем, что он сейчас кладёт шампанское. Как настоящий мужчина на свидании с женщиной. Да. Что-то он не договаривает. Туалетная бумага – это очень важная вещь. Не подсказывай. Это жампусик, да? Тёплые носки, сгущёнку вашу любимую. Вот. Учитывать ваши интересы, дорогая моя. Это уже что-то говорится. Ну и тогда тушёнку тоже заодно. Тушёнка обязательно. Потому что тушёнка без тушёнки – деньги на ветер. Вегетариант. Тушёночку так не очень. Так. А остальное, даже не знаю. Надо на льке вообще ходить. Это что за тюбик такой? А вот туалетную бумагу. Вот я тоже. Почему не выбирать? Тюбик, например, эта бумага. Хорошо. Заболят ноги. Лекарство надо брать, чтобы им не пользоваться. Обязательно. Говорит, обо мне романтично. Огрел. Ну всё хорошо. А я бы ещё туфельки взяла. Мне запросили. Ну вот такие туфельки. Аромантик. Аромантик. А вот это плескучее – это что? Что? Платье. Плесчуро какое-то. Это платье? Ну, да. О, замечательное, да. Плесчуро. Надо брать к шампу. Ну тогда комплект, да, тогда и платье, и туфель. И туфель. Ах, развратник. А тут как раз заберёмся на гору, на самую высокую. Тогда уже и дезодорант берите. Нам всего достаточно, мы с этим справимся. Спасибо большое. Девочки, забирайте Марину в свою комнату. Мы вас будем обсуждать. Ну такая веселушка, Марина, да? Да, да. Приятная женщина. Да, приятная. Слушай, Марин, ну ты молодец. Ты прям его заинтриговала, очаровала. Заинтисовала. Прям у него глазки так захлопали. Так, дайся, послушай. Ну такой можно, кстати, и поуговаривать. Наобещайте есть три короба хотя бы. Вы же мужчины гораздо на это. Ну, скорее не обещать, скорее запугать. Как это запугать? Пристоящими трудностями. Ну она же сказала, что все-таки хочется, чтобы где-то было стабильно, где-то становиться. А, Валера, ну любой нормальной женщине, нормальной я имею в виду, но хочет уголочиться. Отлично, я еще ненормальную. Сам ненормальный. Со мной только ненормальный человек может выдержать. Все нормальные люди со мной долго не выдерживают. Ну нужна такая же сумасшедшая, наверное, как и он. А, то есть, ну слава богу, хоть он меня приписал к нормальной. Рос, а к тебе такие не приходили еще? Слава тебе, господи, нет, что ты. А женщина заказывает вот таких, как Валерия? Нет, нет. И за даром не надо, и за деньги не надо. Что ты говоришь? Попробуйте к Марине зайти. Послушайте, ее ничего не держат. Ни дети, ни внуки. Она хочет пожить для себя. А вдруг ей так понравится, что вы еще ее будете уговаривать сойти на берег образом? Тогда Александра лучше. Она будет сопротивляться. По ритму у вас как раз больше схожего. Вопрос, да, только территориально. Вопрос территориально, да. Надо с кем-то попробовать. Знаете, мало ли. Василиса. А я хотела бы вам рекомендовать Инну, если бы вы могли поддерживать, ну более душевный, что ли, формат отношений. Инне, правда, в ближайшие год-два нужно заниматься детьми. Что-то в их воспитании или, может быть, в ее общении с ними может быть упущено. Ей сейчас очень важно это время посвятить не поиску мужчины, хотя она готова, а именно своим деткам. А зачем же ты его тогда советуешь? Нет, но если бы они встретились в другой момент, в другой ситуации, то среди всех трех героинь имело бы смысл выбрать именно ее, человека именно этого типа. Я думаю, что она вам была приятнее всех. И не потому, что картина прекрасна. Может быть, вы еще решите исправиться и, ну, наверстать тоже что-то в своей жизни. Ведь своих детей вы так плотно не растили. Может быть, заняться детьми Инны, например. Ты сейчас в таком состоянии не очень легком. Да, нет, я как раз в состоянии, что это совершенно кардинально поменяет. Ну, может, если я созрею до этого, но, по крайней мере, сейчас у меня путешествия занимают 11 месяцев в году. Валерий, в любом случае мы вас поддержим. Проходите. Куда сердце позовет. Ведь со стороны вашего мужа не было насилия по отношению к вам. Вам самой нравилось все это. Поэтому вы внутренне абсолютно не целомудренная. Даже когда у вас все было, но вы оставались в кавычках невинной, вы внутренне тоже были девушкой развращенной. И женщиной. Вам это все нравилось. Я предлагаю всем выйти и поддержать Валерия. АПЛОДИСМЕНТЫ К сожалению, пара не сложилась. Если вы тоже одиноки или вам понравился кто-то из участников сегодняшней программы, пишите на сайт Первого канала. А я, Лариса Бузеева, желаю, чтобы любимый человек обязательно сказал вам, давай, поженимся. Удачи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова